Всем добрый вечер, здравствуйте, в эфире КФУ Лайф, очередной выпуск, я его ведущий Роман Плинсков. Сегодня мы поговорим с представителями Института управления экономики и финансов. Долго времени тянем, сразу представлю спикеров, которые будут отвечать сегодня на наши вопросы. Руководитель центра магистратуры Юлия Николаевна Горелова. Юлия Николаевна, добрый день. Руководитель центра профориентационной работы и взаимодействия с работодателями Руслан Анатольевич Уренгов. А также руководитель центра дистанционного обучения Андрей Константинович Дашин. Доброго дня, вам тоже. Рады вас здесь всех сегодня приветствовать. Что же, времени не так много у нас до 20 июня, всего ничего, так что в быстром темпе. Ну, в принципе, как и по жизни ваш директор Неля Гумерна-Багаудинова делает, вперед, испечь с ней, поехали отвечать на те вопросы, которые представили нам наши товарищи абитуриенты. Какие документы нужны для поступления? Вот первый вопрос. Ну, набор документов у нас стандартен. При подаче заявления от абитуриентов мы ждем прикрепления фотографии, документа об образовании. Это может быть аттестат школьный 11 класса, это может быть диплом среднего профессионального образования, это может быть диплом бакалавра, специалиста, магистра. Ну, и, соответственно, паспорт или его электронный образ, скан-копия. Заканчивая первый курс в другом вузе, хочу перевестись в Институт управления экономики и финансов. Что мне нужно для этого сделать? Давайте я отвечу. В принципе, переводы из одного вуза в другой, естественно, возможны. Это можно сделать после первого семестра, но не раньше, но если тот, кто задал вопрос, уже окончил первый курс, вот такой прием возможен. Для этого нужно, конечно, просто либо лично подойти в Институт на интересующие его направления, потому что это разные деканаты, либо может связаться по телефону. Телефоны все, естественно, на сайтах есть. Что его интересует? Экономика, менеджмент, очная форма, очно-заочная форма. И в данном случае, в первый вопрос, он должен предоставить академическую справку от своего вуза, в котором он сейчас обучает, с перечнем оценок и количеством часов, ZET-ов, чтобы мы могли посмотреть, определить возможную разницу в учебных планах и принять решение о возможном переводе. Дальше идет уже техническая процедура перевода. Думаю, сейчас ее озвучивать бессмысленно. Для начала нужно человеку подойти с академической справкой. Условного мотивационного письма, почему хочешь перевести с одного вуза в другой, не требуется? Нет, такого нет. То есть это, как говорится, желание студента, сугубо личное, как любого гражданина, как говорится, Российской Федерации, выбрать другой вуз. Так что здесь ничего не требуется. Для начала только один документ, академическая справка от вуза, в котором он обучается. Давайте для наших абитуриентов еще раз повторим основные экзамены, которые нужно сдавать и на бакалавр, и на магистратуру. Ну, давайте разделим. Бакалавриат, математика. 90% наших специальностей – это математика. 100% у всех – это русский язык. Ну, и дальше идут альтернативные экзамены. Почти на любой специальности есть общество знания, история, иностранный язык, география. То есть вот преимущество последних лет, то, что ЕГЭ не 3 узко, а довольно-таки большой набор, кроме двух обязательных, еще и альтернативные ЕГЭ. Русский математика и альтернативный. А в магистратуру? Да, в магистратуру у нас комплексное вступительное испытание. Вам нужно будет сдать тестирование, написать мотивационное письмо и представить портфолио, состоящее из ваших достижений к настоящему моменту времени или к моменту вашего поступления. Вот на прошлых эфирах с вашим институтом у нас был господин Усурор, студент, как раз-таки, когда мы говорили про мотивационное письмо. Но все равно этот вопрос прилетает, так что будет не лишним, если мы повторим, как написать мотивационное письмо. Да, мотивационное письмо – это важный документ. За него дается, по его результатам абитуриент может получить максимум 20 баллов. И, наверное, я начну с типичной ошибки, которую абитуриенты допускают. Первое – это многословие, и второе – это неконкретность. То есть человек пишет как будто бы не о себе, а о любом другом абитуриенте. Словно, если мы вместо Паши Иванова поставим Васю Петрова, ничего в содержании не поменяется. И поэтому, когда мы говорим о мотивационном письме, я всегда абитуриентам рекомендую быть максимально конкретными и описывать исключительно свои достижения. В программе вступительных испытаний содержатся четкие критерии, как будет оценено мотивационное письмо и что должно там быть. И первое, что абитуриент должен обозначить очень четко – зачем он поступает в магистратуру. И эта мотивация может быть совершенно разная. От того, что я пошел в бакалавриат, потому что меня родители уговорили пойти на географию, а я всю жизнь мечтала руководить компанией или иметь собственный бизнес. Именно поэтому я иду в магистратуру по менеджменту. И человек обозначает, что я хочу создать свой бизнес, я хочу открыть свою компанию, и для этого мне не хватает таких-то, таких-то и таких-то компетенций. И он это четко прописывает в мотивационном письме. Кроме того, мы все-таки ожидаем, что поступая в магистратуру, абитуриенты проведут небольшое исследование, собственно, куда же они идут. Потому что вся информация о тех программах, которые мы реализуем, она доступна на нашем сайте, в частности на сайте Центра магистратуры во вкладке «Абитуриенты на 2023». И когда мы понимаем, каких компетенций нам не хватает, дальше изучив информацию о программе, мы понимаем, за счет чего, за счет каких особенностей данной программы мы эту компетенцию восполним. И второй момент, все-таки магистратура, это и про исследование тоже, она, конечно же, практикоориентированная, но мы предполагаем, что магистранты будут разрабатывать какую-то научно-исследовательскую тему. И если абитуриент приходит в магистратуру, уже четко понимая, что же он хочет исследовать, и главное, для чего этому нужно, и какой практический результат-то будет иметь, это тоже нужно обязательно обозначить в мотивационном письме. Ну и, конечно, похвалить себя, сказать, с чего вы достигли настоящего момента, и, собственно, почему мы вас должны выбрать среди других абитуриентов. Вопрос сейчас такой возник относительно научной направленности. Какие исследования в области экономики в основном можно проводить? Потому что сколько бы я не знакомился с различными экономическими видео, например, другими работами, все как-то ссылаются на то, что история у нас все-таки цикличная, и те процессы, которые проходили ранее, они просто модернизируются к нынешнему времени. Да, действительно, история циклична, но, тем не менее, каждый профиль внутри экономики имеет свои особенности. То есть, если мы говорим про направление экономика, здесь достаточно большой выбор магистрских программ, начиная от бухгалтерского учета, по которому у нас две программы, одна из которых, кстати, аккредитована международной ассоциацией, ассоциацией, до финансовой аналитики и экономики организации. И в каждом, в каждой из этих программ всегда возникают интересные темы для исследования. Они предлагаются как кафедрой, так и предприятиями, с которыми мы сотрудничаем. Так, собственно, и сами магистранты могут прийти с определенным запросом на какую-то тему, которую они хотят вместе с научным руководителем исследовать. – Продолжим по вопросам. Я заканчиваю колледж. Есть ли возможность поступить сразу на второй курс? – Давайте я отвечу. Сразу могу сказать, что на второй курс сразу поступить нельзя. И иногда, если даже абитуриентам, нашим потенциальным абитуриентам, тем же выпускникам СПО, как-то вот такую информацию дают, то это немножко такая ошибочная, мягко говоря, информация. Любой выпускник, как школы, так и среднего профессионального образования, то есть техникум в колледже, поступает на первый курс. Другое дело, что вот если мы говорим конкретно о нашем институте, о некоторых направлениях, допустим, если говоря, направление экономика, и абитуриент, а будущий студент поступает на очно-заочную форму, то мы предполагаем возможность сокращенных сроков обучения, ускоренного обучения. То есть если нормативный срок обучения составляет 5 лет по очно-заочной форме, то выпускники СПО имеют возможность освоить программу за 3,5 года с учетом частичной переаттестации тех дисциплин и тех компетенций, которые они освоили уже на уровне среднего профессионального образования. В этом случае, да, естественно, срок обучения сокращается, но это не второй курс. Он поступает на первый курс, но поступает на индивидуальный учебный план, который предполагает более короткий срок обучения. Следующий вопрос. Нужны ли оригиналы документов для поступления? Вопрос, да, актуальный, потому что раньше, ну как, оригинал это оригинал, без него поступить невозможно. Но вот в последние годы приемные комиссии всех вузов могут взять абитуриенты на бюджет, даже без его оригинала. Он может быть, условно говоря, под подушкой. Для соблюдения этого условия в этом году абитуриент может подать заявление на портале госуслуг и выбрать вуз, поставить галочку «Отдаю оригинал Казанский федеральный университет». И мы этой галочке, условно говоря, и его слугу просто верим. Он поступает без оригинала. Оригинал условный в системе госуслуг, но по приезду на учебу уже мы от него ждем живого документа, уже будучи студентом. Если абитуриент поступает, подает заявление в электронной системе вуза, то оригинал для приема на бюджет, он необходим. То есть получается, что через госуслуги мы потихонечку переходим к тому, что все-таки цифровой документ оборот у нас есть. Да, совершенно верно. То есть это все есть в базе, в базе можно верить. Да, да, да. Как раз таки Минцифра у нас в этом плане развивается достаточно эффективно. Да, именно в этом году надеемся, что это будет реально эффективно. В прошлом году были некоторые нюансы, в этом году обещают, что все пройдет хорошо и гладко. То есть абитуриент поставит галочку, что оригинал в университете, и мы об этом узнаем буквально через какие-то минуты. То есть система вузов и госуслуги, их взаимодействие должно быть буквально онлайн. Продолжим по вопросам. Я из дальнего региона и нет возможности приехать. Как понимаю, сам с такими сталкивался. Хочу поступить на бюджет, что мне нужно делать? Вы же мы это проговорили. Получается, мы всегда говорим абитуриент, который к нам в гости приходит. Если вы поступаете в один вуз в вашем городе, другие вузы не рассматриваете, можно прийти лично, подать документы в системе вуза. Если же амбиции больше и есть желание попробовать поступить в пять вузов, коли правило это разрешают, и поехать из Камчатки в Казань, и такие студенты у нас есть, все просто. Госуслуги, подали заявление, галочку поставили, ЕГУ уже в системе, и буквально, что все. Ну, я думаю, сейчас с нынешним развитием как бы и нет вот этого расстояния, по сути. Да, да, совершенно верно. Если есть желание, возможности всегда найдутся. Как это все реализовать в жизни? Ну, многие приезжают в Казань посмотреть, что приехали из такой дали, там из Сибири, из Камчатки люди приезжают. Мы хотим Казань посмотреть. Это вот тоже отдельная история. Ну, сейчас как раз поводы появляются все больше и больше. Скоро ждем первые фиджетал игры как раз таки в Казани. И ждем новых ребят здесь, в нашем прекрасном, замечательном городе. Идем дальше по вопросам. Можно ли поступить на магистратуру на бюджет, если уже учился на бюджете два года назад? Если вы учились на бюджете в магистратуре, второй раз на бюджет поступить не можете. А я не спорю. Да, пожалуйста. Первый спор на нашей программе. Отлично. Нет, он учился в магистратуре на бюджете, а может быть, он его не закончил. И он и не имеет диплома. В том, что он магистратуру получил, диплом магистра. Если у него диплома магистра нет, получается, он, даже если он учился, но не закончил. Ну, в этом случае тогда это уже не поступление, а восстановление. Если он отчислился со второго курса, он может восстановиться на второй курс и завершить обучение. В этом случае это да, это не второе обучение. А может перепоступить. Ну, чистое архитически может и поступить заново, да, на другое направление. Два года назад учился на бюджете здесь. Это бакалавриат, вообще вопросов нет. Если это законченная магистратура с дипломом уже магистра, то да, второй раз на бюджет поступить невозможно. Если он не завершил обучение, это речь идет о восстановлении и завершении фактически первого обучения в магистратуре. То есть тут, конечно, нужно как бы знать. Здесь больше вопрос к вопросу, позволю так сказать, то что уточните, если закончил магистратуру или не закончил. Да, да. С каким дипломом пришел абитуриент? Если он пришел, вот у него диплом бакалавра, то мы имеем право взять его в магистратуру на бюджет. Если к нам пришел и у него диплом магистра, соответственно, только на платное обучение. Или если он специалист, то тоже обучение только платное. Диплом специалитета не дают права поступления в магистратуру на бюджет. Продолжим. А есть ли в магистратуре учеба по обмену? Студенты, магистранты, которые обучаются в КФУ, вполне могут принять участие в тех программах обмена, которые университет предлагает. Я думаю, что данные возможности открыты не только для студентов и магистрантов в Институте управления экономики и финансов, а для всех студентов университета. Единственный момент, у нас в магистратуре есть англоязычная программа, общий стратегический менеджмент, она полностью на английском языке, и вот эти студенты чаще всего, так как у них хороший уровень английского, они чаще всего уезжают по обмену с другими вузами. В частности, вот у нас те студенты, которые сейчас обучаются на первом курсе, они на осеннем семестре, в осеннем семестре должны уехать в Китай, вот, и семестр, соответственно, обучаются на английском другом вузе. Следующий вопрос, в карманы, как говорится, лезть неприлично, но все-таки вопрос заставляет. Какая стипендия у магистрантов? Стипендия. Есть базовая стипендия, так, если не изменять, это где-то 2 800, и есть повышенная стипендия, что-то в районе 3 400, плюс-минус. А на какие еще стипендии магистры могут податься? Магистры могут податься на разные стипендии. Есть стипендия фонда Потанина, есть стипендия президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, есть стипендия правительства РТ и РАИСа, сбудет Татарстан, вот, поэтому спектр стипендий обширен, важно учиться на отлично, не допускать хвостов, да, сдавать сессию вовремя, активно участвовать в научной деятельности, в культурной деятельности, и тогда будут все шансы на эти стипендии податься и выиграть. Сколько баллов ЕГЭ необходимо для поступления на бюджет на направление менеджмент и экономическая безопасность? Чем больше, тем лучше. Максимально 310. Минимально, по опыту прошлых лет, 267. Ну и, к слову сказать, экономия безопасности в этом году, она без бюджета, поэтому вопрос получается уже неактуальный. В прошлом году бюджет был, проходной был на уровне 263, то есть баллы также высокие. Так вот, на 90 баллов за каждый ЕГЭ вот надо ориентироваться, чтобы был шанс на бюджет. Следующий вопрос про колледж. Я заканчиваю колледж. Могу ли я поступить по единому государственному экзамену? Давайте я отвечу. Да, студенты, которые заканчивают среднепрофессиональное образование, у них вообще-то как бы есть, ну, скажем так, некая привилегия в том плане, что они могут поступать на основе сданных ЕГЭ. Понятно, что для этого они должны были уже заранее записаться и сдать ЕГЭ, или, может быть, у них есть ЕГЭ прошлых лет, которые еще действуют. Или же они могут, если при отсутствии ЕГЭ, сдавать внутренние вступительные испытания по тем же трем дисциплинам, по которым предоставляют ЕГЭ выпускники школ. То есть они дальше участвуют уже в общем конкурсе вместе со школьниками, с теми баллами, которые они набрали на внутренних вступительных испытаниях. И здесь может быть, скажем так, комбинация. То есть по одной из трех дисциплин у него сдано ЕГЭ, он подает документы, значит, баллы по ЕГЭ, два других сдает уже непосредственно в Казанском федеральном университете, как внутренние вступительные испытания. — Да, например, он сдал общество знаний ЕГЭ, ну так, баллов на 75, тоже неплохо. А экономику, наш экзамен внутренний, он пересдал, но зная, что он уже экономику учил не один год, он мог ее пересдать на 90 баллов. И система выбирает больший балл. То есть вот у них большой выбор. Можно комбинировать и так, и так. — Да, но тогда может немножко сразу пояснить, вот поскольку этот вопрос возник, потому что может быть недопонимание, что за экономика, откуда она взялась. То дело в том, что вот тогда еще один, как говорится, бонус для выпускников СПО. Как Руслан Тротчев сказал, да, два экзамена, они обязательно, это математика, русский язык, как мы сейчас сказали, либо с ЕГЭ, либо с внутренними вступительными экзаменами. А вот третий альтернативный экзамен, плюс к тем, которые уже были перечислены, общество знаний, история, география, выпускники СПО профильного направления могут сдавать экономику. То есть мы имеем право поставить этот экзамен. Мы понимаем, что для них, наверное, это, в общем-то, ближе. Все-таки те общеобразовательные дисциплины они сдавали достаточно, изучали достаточно давно, поэтому, конечно, многие вот сдают экономику, и там действительно есть шанс набрать более высокие баллы. Хорошо. Следующий вопрос, это, наверное, Юлия Николаевна, к вам больше. Что именно включает в себя портфолио, и как складываются баллы за портфолио, мотивационное письмо и экзамен? Давайте я начну с последнего подвопроса. Вступительные испытания в магистратуру в общем и целом оцениваются максимум в 100 баллов. Из них 50 баллов – это тестирование, которое абитуриент может сдать дистанционно в системе абитуриент КПФУ в личном кабинете, либо придя очно, согласно расписанию вступительных испытаний. 50 баллов – тестирование, 20 баллов – мотивационное письмо и 30 баллов – портфолио. Что касается портфолио, то оно оценивает первое – учебные достижения. То есть здесь мы смотрим средний балл по диплому, мы смотрим, участвовал ли абитуриент в каких-то олимпиадах и конкурсах, которые проводят высшую учебные заведения. Важно подчеркнуть, здесь мы принимаем результаты мероприятий всероссийского международного масштаба. Далее мы оцениваем научную деятельность, публикации, если есть у абитуриента, причем публикации совершенно разных уровней, начиная от РИНС, заканчивая с КОПСом и Web of Science. И ВАХ мы также оцениваем. Для каждой категории статей существуют свои баллы. Также мы оцениваем участие в грантовой деятельности, в научных конференциях. Следующий блок в портфолио – это так называемая спортивная и культурно-массовая деятельность. Здесь нас также интересуют первые, вторые и третьи места в мероприятиях всероссийского международного масштаба. Кроме того, мы учитываем опыт работы абитуриента по специальности. И очень часто, когда абитуриенты защищают свою бакалаврскую работу, выпускную и квалификационную работу, председатель государственной инстанционной комиссии говорит, а вот этот студент должен пойти в магистратуру, у него большой потенциал для обучения и дает ему рекомендацию. Эту рекомендацию мы тоже учитываем в портфолио. Вы сказали, смотрите в портфолио еще и на опыт работы, а где его, бакалавру, достать? Во-первых, не все поступают. Во-вторых, очень часто бывают ситуации, когда бакалавры, обучаясь на бакалавриате, умудряются работать. То есть на последних курсах, на третьем курсе, на четвертом курсе. Имеется в виду по специальности? Да. Ну или поступают заочно люди, которые уже работают? Вообще магистранты не делятся на несколько категорий. Первая категория – это люди, которые только что закончили бакалавриат. Вторая категория – это люди, которые уже имеют определенный опыт работы, и им не хватает каких-то знаний и компетенций, они за ними приходят в магистратуру. Поэтому здесь вполне такая объективная, актуальная история. И кроме того, если человек приходит с опытом работы, обычно это благотворно сказывается на процессе обучения, потому что такой человек более фокусированный, он понимает, зачем он идет в магистратуру, зачем ему это надо. А можно экзамены и не сдавать. Пройти Олимпиаду магистреум, и призеры, победители прираниваются к лицам, набравшим максимальный балл. Да, совершенно верно. Такие категории абитуриентов у нас тоже есть, которые уже приняли участие в Олимпиаде магистреум, и они будут участвовать в конкурсе либо с теми баллами, которые они набрали в Олимпиаде, либо они уже стали победителями и могут претендовать. Олимпиада магистреум у каждого подразделения своя имеется в виду по правилам. То есть победители, призеры где-то все проходят, где-то просто баллы докидывают, или как травы? Нет, правила для КФО единые. Если человек победил, то по решению комиссии, да, уже институтской, победитель приравнивается к абитуриенту, набравшему максимальный балл. То есть мы в ведомости можем поставить, не можем, поставим 100 баллов. Кто стал призером, баллы Олимпиады идут в ведомость по желанию абитуриента и решению экзаменационной комиссии. То есть набрал на Олимпиаде условно 90 баллов, но не победители, эти баллы отправляются туда, да? Да. Но это уже вступление в 99%. Нет, либо абитуриенты могут выбраться. У них уже набраны баллы за Олимпиаду, потому что человек, который набрал от 75 до 94 баллов, он уже призер Олимпиады. Он может выбрать, то есть как бы подстраховаться. Допустим, он набрал 78 баллов, да, такой пограничный балл, непонятно, попадешь на бюджет или не попадешь. Он может выбрать, сдавать вступительные испытания, да, и уже потом выбрать тот балл, который окажется больше, и с ним он будет участвовать в конкурсе. А комбинировать это нельзя? Нет, комбинировать нет. И еще один вопрос относительно магистрюма. Не только же четвертый курс, но и третий имеет право в нем участвовать. Да. На третьем курсе не победил, то есть на четвертом тоже можно еще раз участвовать. Верно, верно. Совершенно верно, да. Хорошо. Что ж, на этом все вопросы наши подошли к концу. Благодарю вас за то, что так емко и подробно на них ответили. Пару минут еще есть. Можете свои пожелания абитуриентам сказать? Я лично хочу пожелать, чтобы абитуриент и родитель этим летом были одной командой. Потому что очень сложно слышать, когда абитуриент и родитель у стола приемной комиссии выбирают, куда же подать документы. Я желаю, чтобы вы пришли в приемную комиссию, четко решив, какие направления для вас являются нужными и приоритетными. Что касается поступления в магистратуру, мне очень хочется пожелать абитуриентам, чтобы они начали процесс подготовки уже сейчас. Потому что тестирование – это лишь одна составляющая, но есть мотивационное письмо и портфолио. И писать мотивационное письмо я бы вот прям завтра села, потом отложила на две недельки, потом перечитала, поправила, потом еще на две недельки отложила. Ну и финально через месяц прочитала и уже сказала, вот именно вот это я отправлю в приемную комиссию на оценивание. И портфолио, да, то есть его нужно уже примерно прикинуть сейчас. За что вы можете получить баллы в портфолио. И еще есть время, чтобы где-то добрать, да, те баллы, которых вам потенциально может не хватать. Сейчас самое время заняться подготовкой, и мы вас ждем на вступительных испытаниях и, надеюсь, в дальнейшем и в качестве магистрантов Института управления экономики. Кстати, экзамены уже? Да-да-да, экзамены уже начинаются, и первая волна будет с 15 мая. Расписание должно появиться на сайте приемной комиссии. Да, уже есть. Расписание уже есть. Я хочу только добавить, что действительно, вот продолжение Руслана Анатольевича, что очень важно, чтобы студенты, на самом деле абитуриенты, точнее говоря, да и родители тоже были хорошо проинформированы. Поскольку вот в этих условиях возможности очень широких, там пять вузов, там многие направления в рамках одного вуза, иногда действительно, конечно, они немножко теряются или начинают, скажем так, заявление подавать по принципу вот сюда, сюда, сюда. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы была какая-то хорошая информация. А для этого, да, ну есть, конечно, и сайт, безусловно, и есть возможности связаться и с приемной комиссией, по телефону позвонить, лично прийти. Мы приглашаем абитуриентов в стены нашего института, конкретно объясним, да, то есть, если какие-то возникают вопросы, с тем, чтобы действительно выбор был осознанный. Бояться ничего не нужно, как говорят, не боги горшки обжигают, и на бюджет всегда студенты поступают, да, у нас не остается свободных бюджетов мест, как вы понимаете. Но попасть можно, поэтому, я думаю, тут надо использовать все возможности, но для этого нужно, чтобы действительно абитуриенты имели полную информацию, которую мы всегда в любой момент можем предоставить, мы всегда открыты для любого общения с абитуриентами. И те, кто хочет пообщаться, ждем 13 мая, следующую субботу на день отрытых дверей. Бутлерово 4, 10.30. Замечательно. На этих словах мы и заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. Еще раз благодарю за то, что нашли время к нам прийти. Еще увидимся и с наступающими праздниками. Спасибо. Спасибо большое. Это был КФУ Лайф, Институт управления экономикой и финансов. Еще увидимся. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова